Его имя переводится как «Ястреб», и в искусстве он был именно таким – стремительным, целеустремлённым, сильным и разносторонним. Когда он играл, все без комментариев понимали, о чём говорит его добра. Ему ещё при жизни удалось взлететь ввысь. Коршага Ахмедияров – выдающийся дамбрист и кюйши, композитор и педагог. Его жизнь и творчество сегодня в программе «Музыка Великой Степи». Субтитры создавал DimaTorzok Влад, вы как-то признали, что отец для вас был первым кумиром и в творчестве, и в жизни. И вот сегодня на вашем профессиональном жизненном пути он до сих пор остаётся главным человеком. Да, было такое. И по сей день является примером, кумиром и вообще по жизни путеводителем, можно сказать. Как мой брат и мама говорили, у нас в семье три аристократа и два рабочих класса. Рабочий класс – это мама и брат. Брат у меня закончил политехнический университет, а мама – она медик, детский педиатр. А папа, сестра Ровшанана Скрипачка и я – мы три аристократа, музыканта, которые должны быть белыми ручками, да, ничего не делать. Вот. На самом деле наш труд, как оказался, более, может быть, сложным. Мы должны быть постоянно, каждый день должны быть в форме. То, как Сергей Рахманинов говорил, что день не занимаюсь – я знаю, два не занимаюсь – соседи знают, три не занимаюсь – все знают. То есть это слышно в игре. Кстати, первым учителем папы являлся его старший брат Крвы, который учился в райцентре. Там было раньше, если помните, трехлетние, пятилетние школы были. И там были везде кружки, как самодеятельности. Первые Кьюи Курмангазы научили его брата. И в конце концов, как выяснилось, когда он сюда в консерваторию приехал, эти тексты Кьюи, они были абсолютно оригинальны, так же, как Ахмед Кланович Жубанов их привез. Он знаменитый человек, да, лауреат в госпремии, народный артист, профессор. Никогда не замечаешь эти звания рядом с ним. Вырос в такой семье. У него отец был и певцом, и жершой, и кюшой. И много знал таких исторических лиц Атрава. Вот когда Гурьева назвали Атраву, он слышал в самолете и сочинил кюшой Атраву. Сейчас все играет, все дамбрести играют. Вот кюй-нарын, вы говорите, это посвящается нарынским пескам, да, грубо говоря, в западном Казахстане. С этого региона все великие кюши и произошли. То есть это Курмангазы, Даулет Кирей, Дина, Мамен, они все оттуда. И я помню, мы ездили, это вот многочасовые дороги безорожие, пески, когда дождь пошел, там грязь. Ну, в общем, все. Разные условия были. И он все это делал, чтобы осталось потомкам, осталось последователям. У Ахмеда Квановича Жубанова было «Струнные столетия». Это такая книга у вас, по-моему, в предыдущих передачах была в этом речь. То, что папа Курмангазы книгу выпустил, это является дополнением к... То есть, вот опять же, Ахмед Кванович, он «Струнные столетия» книгу выпустил, написал это все. И папа ее продолжил. После папы еще кто-то продолжит, да, дополнит. Вот это вот кюи сюда вошли те, которые по каким-либо причинам не попали в сборник «Струнные столетия». Это он в содружестве с профессором консерватории Каримой Сахарбаевой. Они вместе ездили на эти исследования. Вот. Вот этот сборник Мохаммеду Тимасула. Это первый сборник, всего 12 кюиев. Это вот он ездил, искал в глубинках. С кюишей, с дамбристами он встречался. Сначала это записывалось на магнитофонную ленту, с собой магнитофон возил. Потом это переносилось на бумагу, потом корректировалось. То есть, вот эти все кюи, которые в эти книги вошли, это еще исполнительские варианты самого отца. Вот здесь вот сборник «Доулит Кирей». «Доулит Кирей». И здесь еще есть такая фотография. То есть, она не просто нарисована, это вот с оригинала того времени, как бы уже перенесли на такой вариант. Вот. И Дины Нурписовой. Вот тоже сборник. Папа очень чтил Дину Нурписову, так как она, во-первых, первая женщина в дамбристе и очень высокого класса музыкант, и то, что сам Курман Газей дал свое благословение, если по истории мы знаем. Я думаю, что его очень одухотворяло это. И то, что он сам из этих краев, он считал, что это его миссия, и чтобы последующее поколение знало о таких великих людях. Курман Газей На самом деле, многие Кьюи, они автобиографичные. Есть Кьюи-посвящение тем или иным личностям. Вот. У него была большая дружба с Нургисой Тлендиевым. У него есть Кьюи-Нургиса. Потом у него есть Кьюи-Ельбаса. Естественно, оно говорит само за себя, да, кому оно посвящено. Это восхищение этим человеком. И он, на самом деле, первое название это Кьюи было Нуршашхан. Нуршашхан, дарящий лучи. У двух людей в мире, я, говорит, видел. Это вот первое, это вот королева Филиппена. Она идет, у нее глаза такие горят. Она дарит свет, теплый свет. Человек прям светится весь. От него энергия идет больше. И второе, это вот наш Ельбаса Нуршалтана Бешенназарбаев. Сегодня мы подробно стараемся говорить о трех Кьюях, произведениях. Кьюи Ахмадзиярова – это Нарын, Акаин и Жалдерме. Вот на ваш взгляд, в чем ценности этих произведений? Вообще, насколько легко или сложно их исполнять? Я думаю, что произведение Ахмадзиярова является новаторским на этот век, на это время. Он в любых произведениях сочиняет какие-то трудные места. В любых произведениях это всегда у него является и было таким. В любых произведениях есть одно трудное или два трудных места, которые исполнитель должен сыграть так профессионально и так чисто. И после этого можно сказать, что произведение на слушателях удалось. Даже в кругу профессиональных музыкантов они все ждут этого места. Начало Кьюи, начало или конец произведения, но в середине произведения все музыканты и профессионалы ждут этого момента, когда вот исполнитель так начал произведение, так и есть одно трудное место. Как он пройдет это место, по-другому никак не получится. Для этого требует постоянного подготовки, да, и постоянной репетиции. Он все регионы Казахстана, Черпитов, все играл. И Харатавшу Гору играл, и Арката Тимит играл, все играл. Но все равно у него сердце, рука пела всегда, западный Киев. У нас, у музыкантов, есть такая традиция, который родился в западном крае, он должен играть западный Киев, который игрался в южном крае, только южный Киев. Но единственный случай, только Ахмедяров Кашара играет все Киев, и западные, и южные, и Киев, и арка различных композиторов. И причем он играл в их стиле. Ну, если посмотреть на биографию вашего отца, то создается такая очень лояльная картинка, что все так легко давалось, все так успешно складывалось, и все было так просто, и все это привело к успеху. Вот так ли это было на самом деле, как кажется, со стороны? Можно просто текстом слов песни Аллы Борисовны Пугачевой сказать. Так же, как все, я по земле хожу, и так же, как все, вечерами плачу и тому подобное, да? То же самое. Как и в любой отрасли, есть завистники, есть люди, которые не соглашаются с тем, что тебя поощряют, что тебя награждают названиями, что ты всегда выходишь на концерт, они считают, что это не объективно. Вследствие чего у папы было за 10 дней до смотра на государственную премию, его украли Домбру. Его единственное Домбру. Домбра, она как друг. Это не неодушевленный предмет, это все-таки частичка человека, да, как говорится, его души. Когда у него украли эту Домбру, он просто неделю лежал так и в потолок смотрел. Ничего не мог. Не работать, не кушать, ничего, не спать. Вот. Потом пришла информация, что в Южно-Казахстанской области где-то видели эту Домбру. Оказывается, ее продали. И кто-то на тоях там играл, она там вся была в ужасном состоянии. Он выехал с другом, вернул ее, починил. Такое было. Было такое, что его после концерта пригласили обмыть концерт. Пошли, и оказывается, это было организовано. Организован был побои отца. Организовали группу ребят. То есть его надо либо минимум инвалидом сделать, максимум убить. Ему запинали почки, и он остался без почек. Вот, наверное, знаете, в 2000 году он ездил в Китай на пересадку почек. АРПОЛОС АРПОЛОС – это когда папа уезжал на операцию в Китай. АРПОЛОС переводится как борьба, борьба за жизнь. В то время он не знал, как остаться в живых, потому что считал, что он многое еще не доделал. И это борьба за жизнь, второе – это в аэропорту, когда они уже уходили на самолет с мамой. Я обнял отца, и мне кажется, всю дорогу с мамой ели. Приедет он обратно с Китая, не приедет. Вот это сомнение. И что ждет их в будущем, что нас ждет в будущем. Самый близкий, наверное, для меня – это «Кюй Табну» – цикл, она называется. Причем единственный композитор Ахмедеров, который сочинал цикл произведений, он собрал три произведения в один такой большой цикл. И там есть три произведения. Первый начинается «Табну», «Жалгозам» и «Машпайжма». Это связано, конечно, с тем, что он когда болел, он когда ездил в Китай, у него была пересадка почек. По его словам, когда он очнулся с операции, он когда открыл глаза, ему уже приходила эта мелодия, мелодия «Табну». «Табну» – это, можно сказать, благодарность Господу, наверное. Потому что я считаю, что там уже мистическая музыка, уже философская, там все о его жизни. В этом «Кюй Табну» и техника, и самое главное – гениальная музыка, серьезная музыка. В 2005 году Каршаг Ахмедияров записал на радио 85 своих собственных «Кюев». Среди них «Нарын», «Жильдерме», «Аккаин». В 2010 году из тысячи известных «Кюев» Каршаг Ахмедияров выбрал 30 наиболее сложных и обновил записи казахского радио. И всего известно более 500 различных «Кюев» его исполнений. При всем при том, при трудностях жизни, при том, что много раз можно было сломаться, конечно, эти цифры впечатляют и впечатляют те объемы работы, которые он делал. И ту исследовательскую работу, поисковую работу. Я вам скажу больше. В 2000 году, после того, как ему сделали операцию, приходили местные казахи, которые граждане Китая. То есть они работали в отделении казахского радио, то есть большой корпорации китайского радио. Он с ними договорился, говорит, я поеду к вам на радио и запишу 300 «Кюев» на золотой фонд. И он записал их, и у него швы разошлись. Когда он с Китая вернулся, мы тоже с Кюем встретили его с концертом в консерватории. Все прямо наши Агайлары, Апайлары, все вместе ходили. И концерт дали сразу в Дом ученых. Потом я составил его книгу «Табну» с названием «Табнук». Там есть его репертуар. Вот Курмагаз, Далекири, Мохаммед, весь Казахстан. И потом сочиненные Китая. Человек в какой-то области, если он гений, все равно он должен оставаться человеком с большой буквой. Вот Агмедяр был, он такой простодушный. Он всех жалел, всем помогал, молодых поддерживал. Он талант увидеть, все отдаст. Он всех с областей, не только Атрау, не только Запад, из Севера, из Чимкента. И всех увидеть таланты, всех приглашал в консерваторию, воспитывал. Великий души он человек такой. Семьянен и профессиональный, очень на высоком уровне. Потом Казахстан говорит, у них дома всегда до Сархана, с утра до вечера готовы. Все вот эти таланты у них бывали. И мы 10 лет по-соседски жили. Абылай, ну смотрите, как устроена жизнь, да? Все-таки какое-то проведение свыше. Сейчас вы являетесь главным дирижером оркестра имени Курмангазы. Знаете, все кюи, да? Играете практически все кюи. Почти все кюи, почти все кюи, да. Ахмадиярова. А ваша встреча с ним произошла много-много лет назад, когда вы были маленьким мальчиком. И вы от него даже такое своеобразное благословение получили, с которым до сих пор не расстаете. Ну это можно считать самым таким теплым воспоминанием и историческим. Мне было около 10, может быть, 11 лет, когда я приезжал в Алма-Ату на какой-то конкурс республиканский. И он там был в составе жюри, председателем. Я сыграл свое произведение. И после этого отошел в сторонку. Кашах Медяров был таким простым человеком. Он хоть гениальный такой, но он простым человеком. Балам, дорогой, иди сюда. Ты откуда? Вот такой-то. Как тебя зовут? У кого учишься? Он примерно, наверное, подметил меня так. И после этого мы через год встречаемся в моем родном городе, в Актал. Был у нас конкурс республиканский, но я там не участвовал. Мне было 12 лет, я был еще маленьким. Но он тоже был приглашенным в главном жюри, председателем. И мой отец, не постеснявшись, пошел к Кашах Медярове и сказал, что я вас приглашаю в гости. Он зашел к нам домой, сразу присел. Там мы сделали традиционные обряды, кушали без помах, гостили его, как положено. И я перед ним уже играл его же ки. Вы представляете, как я там нервничал, можно сказать. Передо мной сидит мировой музыкант, велит такой величины, гениальная. Можно сказать, даже современный Курмангазы. И я играл его ки. До сих пор помню это состояние. Этот трехминутный ки, мне казалось, что я играю как будто три часа. Она не кончалась никогда. После этого мы встречались, можно сказать, каждый год два раза. Я приезжал в Алмату, у него учился, бывал у него дома. По-настатнически он меня постоянно учил, как надо играть. Не только играть, а как надо вообще быть человеком, музыкантом. И с тех пор, наверное, я благодарен, во-первых, Всевышнему и Кашуя Ахмедярову, что он поставил меня на такой творческий путь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, смотрите, дамбрист, кюйши, педагог, дирижер, композитор, руководитель. Вот столько ипостасей объединял один человек. Как он все успевал? И вот на ваш взгляд, из всех его способностей, всех его профессий, из всех направлений его работы, какая ближе ему была? Все-таки ближе всегда играть на дамбре. Даже вот он для меня, допустим, в молодости было совсем непонятно. Для меня отдохнуть – это просто побездельничать. Или свое удовольствие чем-то заниматься. А он вот даже пообедает, раз дамбру взял и сидит, играет, что-то наигрывает. Вот это, с одной стороны, наверное, поиск, поиск звучания дамбры, поиск какой-то мелодии. Он говорил, что вот я спал, и мне приснилась во сне вот такая мелодия. И вот раз. Это у композиторов только бывает. Вообще, говорят, что Ахмадзиаров пытался разгадать секрет дамбры. Удалось ему это? Или все-таки дамбра настолько волшебный инструмент, что свои секреты не раскрывает? Я не видел, как он занимался, как он разгадывал какой-то секрет. Но я точно думаю, что он разгадал эту тайну, потому что я слышал, что он до 4-5 ночи занимался. Он извлекал один и тот же звук разными путями – пальцами или правой рукой. Одними и тем же путями он разгадывал эту тайну. И по его игре можно считать, что у него есть своя методика, своя постановка, своя аппликатура, которую он достиг с годами. Он постоянно тренировался. Он всегда был в поиске. И он, когда учил играть, он постоянно делился с опытами, которые набирался годами. Он говорил, что вот дамбру надо держать вот так, потому что если ты нажмешь с этой стороны пальца, то звук будет другой. А если с подушкой пальца, то звук, конечно, изменится. Да, изменится. Я думаю, что он разгадал секрет. Без дамбры его мы не видели. Он классно, идешь с дамбры сидеть. И заходит, говорит, кишок-то, кишок-то. Что-то ему, этот, и сидит сразу, играет. И дома точно так же. Ребенка Пая рассказывает, когда приглашает его кушать, он не приходит, что-то играет, играет, опять что-то сочиняет. Не знаю, он жил этим. Его произведения сейчас везде звучат. На экзаменах играется. Везде телевизор открываешь, его играет. В районах играет, в аулах играет. Это значит, что он великое дело после себя оставил. Как Алексей Толстой сказал, у талантливого человека есть день рождения, а день смерти нет. Я думаю, Ахмедьяр в один из этих. Ахмедьяр в один из этих. В казахской культуре Каршага Ахмедьяров занимал особое место. Он один из немногих, кто попытался разгадать тайну Дамбры. Конечно, Дамбру, вечную спутницу казахов, до конца разгадать, пожалуй, не удастся никому. Такова сущность этого инструмента. Но вот заставить ее звучать по-новому, необычно, постичь новой ее мелодии, суждено только тем, кто посвятил свою жизнь казахской музыке. Таким был Каршага. Блистательный музыкант, прекрасный педагог, уникальный композитор. Можно добавить к этим словам еще много других эпитетов, и все они будут заслужены. Ну а вы смотрели программу «Музыка Великой Степи». До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok